Доброго здоровьица, уважаемые посетители канала! Я начинаю такую новую рублику, в которой я буду рассказывать, вот по мере чтения четырехтомника целительных сил, приводить из него примеры. Примеры, можно так сказать, альтернативного лечения с помощью методов натуропатии, народной медицины, которые показали себя весьма эффективными. Однако, прежде чем что-то начинать делать, я подчеркиваю, сначала изучите этот материал целительной силы, чтобы вам все стало понятно, как работает, а потом только сможете немножечко попробовать. При этом важно ответственность за все действия брать на себя. Еще разок, не уверен, не обгоняй. Прочитали, посмотрели, ага, так, 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 хорошо, ну и ладно. А если же решили, надо себя образовать. Дело в том, что такого рода знаний, как я в этих книгах преподнес читателям, нигде нету, поэтому их надо изучить в первую очередь. А потом что-то потихонечку пробовать и обязательно брать ответственность на самого себя. Либо вообще не делайте. Ясно? Понятно? Ну а теперь вперед! Очищение организма с помощью сосания растительного масла. Оригинальную методику очищения и лечения организма, кстати, позаимствованную из древних источников, предложил бактериолог Качук. Суть его метода заключается в следующем. У нас три пары слюных желез. Околоушные, подъязычные и подчелюстные. Одна из функций слюных желез заключается в выведении продукт обмена веществ из крови. Сама по себе слюна имеет щелочную реакцию. В разделе о питании вы узнаете, что выделяется из организма со слюной. Количество крови, протекающей через слюные железы при сосании или жевании, увеличивается в 3-4 раза. Происходит своеобразная прогонка всей крови через этот фильтр и ее очистка. Растительное масло является в данной очистке адсорбентом, который связывает все ненужное и вредное для организма. Способ очистки. Растительное масло, лучше подсолнечное или арахисовое, в количестве не более 1 столовой ложки, сосредотачивается в передней части рта. Масло сосется, как конфета. Глотать масло нельзя. Процедура сосания делается очень легко, свободно и без напряжения, продолжительностью от 15 до 20 минут. Масло вначале делается густым, затем жидким, как вода, после чего его следует выплюнуть. Жидкость должна быть белой, как молоко. Если жидкость желтая, то процесс сосания не доведен до конца. Выплюнтая жидкость инфицирована и должна быть отправлена в санузел. Эту процедуру нужно делать 1 раз в сутки, лучше натощак, можно вечером перед сном. Во время сосания организм освобождается от вредных микробов, токсинов, кислотности, усиливается газообмен, активизируется и налаживается обмен веществ. Следует иметь в виду, что при применении данного метода могут быть временные осложнения, особенно у людей с многими заболеваниями. Это является результатом расслабления очагов болезни. Вопрос о том, сколько раз можно применять эту процедуру, человек решает сам, исходя из состояния собственного здоровья. Острое заболевание лечится легко и быстро в течение двух недель. Лечение хронических заболеваний может продолжаться намного дольше. Мне этот метод очистки импонирует еще и потому, что наш язык – зеркало здоровья. Налет на языке может рассказать о многом. У йогов есть специальная чистка языка. Язык смазывают топленым маслом и с помощью дающих движений указательного среднего и большого пальца производят чистку. Те, кто голодал, знают, что первым о наличии грязи в организме сигнализируют язык. Рот и язык являются верхними путями очищения. Наш организм вообще старается как можно больше нечистот выбрасывать через верх легких. При сосании же масла вся эта очистка происходит естественно. Существует множество других чисток и среди них наиболее сильно и естественно голодание. Но об этом отдельный разговор. Музыка Субтитры сделал DimaTorzok